Это не про будущее, не про российскую науку, это скорее про то, как так получилось, вот как я себе объясняю, как так получилось, что Россия дошла до нынешней ситуации, когда, во-первых, страна напала на другую, на соседнюю страну, а надо понимать, что такие вещи, они случаются примерно раз в 10-15 лет. То есть с нападения Гитлера на Польшу и потом на соседние страны до следующих захватнических войн, нападения Ирака на Иран в 80-м году, потом Ирака на Кули в 91-м году, это событие редкость вообще. Война России с Украиной – это действительно эпохальное событие, может быть, более важного события на протяжении моей жизни не будет, и это очень редкая вещь. Это, конечно, вещь, которая там впоследствии будут ощущаться десятилетиями. И, соответственно, вопрос, как такое вообще могло случиться, потому что эти вещи же, они не случаются, по случайности у этого есть какая-то закономерность. Соответственно, мы там написали или пишем статью с Георгием Егоровым, которая хорошо вписывается в наше обучение исследований, называется «Теория вырожденной автократии». И используем вот этот пример российско-украинской войны как мотивационный пример. Мне надо понимать, что, как во всех моих теоретических статьях, статья в основном состоит из формул. Это что-то типа математической модели. Но я расскажу на словах и объясню, в чем, собственно, сложность, почему я считаю, что вызов на это время и уйдет. Значит, с одной стороны, понятно, что не может быть такой теории, в которой индивидуальные решения играют какую-то историческую роль. Потому что история делается гораздо больше, чем индивидуальные решения какого-то человека, даже если этот человек президент США, председатель Компартии Китая, глава Советского Союза или там что-то. Тем не менее, если вот так смотреть на исторические решения, то решение Путина вторгнуться в Украину, есть линейка решений, в которую ее можно поставить. И решение русского царя самодержца в тот момент, поддержанное его кабинетом, которые не имели никаких прав на принятие этих решений, но тем не менее поддержали его решение Николая II в Первую мировую войну, что привело к изменению российской государственности, привело к революции, гражданской войне, миллионам жертв во время этой гражданской войны и последующим ужасающим последствиям. И решение, которое, возможно, было можно избежать. Также, в конечном счете, поскольку война Гитлера с СССР, она развивалась сначала очень сильно в пользу Гитлера, то из-за этого можно подумать, что у него были какие-то там шансы на победу. Но вообще, если на это смотреть более спокойно и отвлеченно, то, конечно, не победить СССР, не тем более победить США, против которого Германия объявила войну 7 декабря 1941 года, это было совершенно невозможно. То есть это как бы остановка войны, победа над Гитлером, она заняла у мира много-много лет, это потребовало жизни миллионов солдат, еще миллионы, даже десятки миллионов мирных жителей погибли в ходе этого, но никакого вопроса о том, где окажется победа в конце концов, тоже не было. Или там другие индивидуальные решения, не обязательно связанные с войной, решение китайского руководителя Мао начать большой скачок, это привело к голоду и 20 миллионам жертв без всяких экономических бенефитов, и, по всей видимости, даже без особых политических бенефитов для Мао, ему пришлось следующие 10 лет провести в острой борьбе и начать культурную революцию, чтобы восстановить ту власть, которая у него была до большого скачка. В этом кругу решений мне всегда казалось, что это хороший пример решения аргентинских генералов напасть на Фолкленде, потому что безумность этого решения, которое привело, конечно, к падению в итоге режима генералов, к поражению в войне, это то, что и бенефитов в этом никаких не было, вот просто как бы безумная дорогостоящая глупость. Конечно, это не связано с десятками тысяч жертв, как, например, нападение на Украину, но зато как бы настолько же безумная. Значит, какая проблема с тем, чтобы иметь этому какое-то объяснение? Потому что, конечно, всякие романисты и журналисты, они могут это объяснять какими-то персональными свойствами лидеров. Но проблема в том, что вот те лидеры, которые там принимали эти решения, это люди, которые победили в борьбе за власть людей часто не менее жестоких или не менее даже более умных. Борьба за власть в любой стране, в самой маленькой, в самой большой, это как бы очень напряженная и сложная борьба. Человек не может быть просто безумным, быть идиотом и стать таким президентом, от решения которых зависят большие события. Кроме того, опять-таки, глядя на линейку вот этих вот безумных решений, можно, конечно, выделить, посмотреть на Гитлера. Гитлер был новой крайне молодого режима. Режиму было всего 12 лет, можно сказать, не 12 лет, 6 лет с его начала, когда началась Вторая мировая война. То есть, может быть, там что-то было неустаханившимся, не было никаких работающих институтов и устаханившихся. Это имеет очень мало отношения к другим режимам. К мнению русских самодержцев и тем более к решению Путина. Путина власти находится 23 года, уж куда уж больше институционализация, чем у Путина. Ну и вот, как бы, наша модель, наша теория, она опирается в конечном счете на теорию, которую я когда-то рассказывал про то, что, как бы, диктатура вырождается из-за того, что, когда власть укрепляется, в этот момент перестает быть нужда в значении людей, которые там умные и опытные, нет необходимости как-то использовать информацию, нет необходимости быть таким лидером, который хорошо соотносится с интересами народа, а можно заменять людей более компетентных на менее компетентных. Ну и дальше получается такая сложная динамика, что чем дальше ты находишься у власти, тем более опасна ситуация, тем в меньшей степени ты опираешься на ту информацию, которая к тебе поступает, тем больше ты слушаешь тех людей, которые говорят ровно в точности то, что ты хочешь услышать. Причем, как бы, в таких вот режимах, даже если какой-то человек, какие-то люди там на важных местах, вот они оказываются просто абсолютно непригодными, и ты видишь железные доказательства их коррупции, но сменить ты их уже не можешь, потому что они были с тобой с двух лет, что ты уже про них точно знаешь, что они-то будут логично. Кроме того, в их использовательных отношениях она становится как бы основной причиной, и почему их нужно держать, да. Понятно, что нет такого режима, вот кто бы не сменил Путина там, там не сменили бы его Навальный или не сменил бы его Навальный, соответственно, для Путина Путин не будет менять Шойгу, потому что, как бы, это человек, который вообще ни для чего не пригоден. То же самое там про Патручево, то же самое про Патручево, то же самое про Патручево, и мы видим, что они абсолютно пригодны своим должностям. Соответственно, эта непригодность становится, как бы, главной характеристикой, по которым их держат. Ну, значит, я хочу сказать, что вот то, что мы видели по мере приближения, по мере приближения этой войны, вот как я пытаюсь совместить то, что для того, чтобы находиться у власти, тем более находиться у власти прочно в стране, нужно одновременно быть и рациональным. В то же время понятно, что абсолютно дезинформированным о том, что происходит, вот как, говорю, построить то, что это видео, то, что мы видели перед войной, это ясно, что в кругу президента, его советников, руководства ФСБ, армии, у них сформировалась очень специфическая точка зрения, и это такая некоторая система взглядов, в которой у Украины нет никакого правительства. Президент – это какая-то пешка в руках европейцев или местных олигархов или националистов, что украинской армии никакой реально нет, что русских там ждут. Значит, и вот как бы с одной стороны эти все вещи не только в открытой печати можно было прочитать серьезную аналитику про то, что все это абсолютно не так, это все просто бред. Даже как бы лояльные советники, лояльные советники, они в сущности пытались намекать в своих отчетах про то, что эта точка зрения, она совершенно, вот эта вся система взглядов, она абсолютно неадекватна. Ну, их тогда и тоже выгоняли. Вот я помню, что в первые дни войны меня поразило, я увидел, что Сергей Михайлович Роков и еще каких-то деятелей там из Института США и Канады их погнали из какого-то экспертного совета за то, что они осторожно намекнули, что реакция США и Запада может быть сильно негативной на вторжение в Украину. Для меня как бы эти люди всегда были, ну, малокомпетентными. Я знаю, что они не разбираются там ни в политике США, ни в политике Канады. Мне казалось, что они так хорошо разбираются в том, что нужно слушать президенту там или генеральному секретарю СК КПСС, и говорят в точности это. Но вот оказалось, что как только в их словах появилась какая-то тень реальности, их мгновенно выгнали из экспертных советов. Соответственно, проблема это не в том, что советы не произносятся, это проблема в том, что они абсолютно не слышатся. Ладно, я уже, наверное, говорил слишком много. Я хочу сказать, что вот ситуация, которая сейчас в России продолжается, она, к сожалению, продолжает опираться на то же безумное мышление, на которое опиралось вторжение в Украину. То есть, например, вот у меня тут на графике мировой ВВП и ВВП Ирана после революции, но в Украине, надо понимать, живут хуже, чем жили при Шахе 50 лет назад, 40 лет назад. Соответственно, люди, которые сейчас думают, что у России есть какой-то путь экономического выживания в тех условиях, в которых она себя поставила, эти люди просто бредят. Но, как мы также видим, они этого по-прежнему не понимают и одновременно удерживают власть. Так что мне кажется, что теория, в которой объясняется, как так может быть, что руководство страны полностью Австралии, полном Австралии и полностью неадекватно, тем не менее остается руководством страны, какая-то теория все-таки нужна. Все, спасибо.